Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас с вами новая тема. Я вам расскажу, можно ли заряжать аккумулятор, не снимая клеммы с автомобиля. То есть можно заряжать аккумулятор прямо на автомобиле, ничего не снимая, ничего не отключая. Много ходит всяких, опять же, легенд, много разных мнений о том, что можно заряжать или нельзя. Вот некоторое количество людей говорят, что можно, некоторое количество людей говорят, что нельзя, потому что что-то сгорит. Давайте об этом будем сегодня мы разговаривать и я буду вам рассказывать, как на самом деле нужно все это делать. Если мы отключаем клеммы, то есть чтобы подзарядить его, все это аннулируется. Естественно, никто не хочет потом все это по-новому настраивать, потому что это проблемно для некоторых, некоторые не разбираются во всем этом и не понимают. Все аннулируется, все то, что есть у нас вот в автомобиле, у меня вот, например, бортовой компьютер, если снять клеммы на какой-то период, просто подзарядить аккумулятор, потом, когда клеммы одеть, все это обратно собьется. Нужно будет кнопочками все это вводить, настраивать, хотя бы возьмите то, что нужно настраивать время, дату, месяц, год и уже этого достаточно будет. Достаточной мотивации будет для того, чтобы не снимать эти клеммы. Заряжать аккумулятор, не снимая клеммы можно, но к этому, друзья, нужно подготовить именно клеммы автомобиля. То есть клеммы, которые у нас от автомобиля идут на аккумуляторе, вот именно их нужно хорошо подготовить. Для чего? Я вам сейчас расскажу. Перед такой процедурой нужно хорошо почистить клеммы автомобиля, для того, чтобы не было никаких окислений, чтобы клемма, которая идет от зарядки, хорошо держалась, хорошо фиксировалась на автомобильной клемме. Для того, чтобы не было действительно никаких окислений, чтобы наши напряжения, поступающие из зарядного устройства, могло нормально проходить. Перед такой процедурой, конечно же, нужно заглушить полностью автомобиль, все потребители выключить, полностью все, что у нас играет, музыка, где-то что-то светится, все отключить, все повыключать. И только тогда мы можем с уверенностью подходить к тому вопросу, что нам нужно зарядить аккумулятор, не снимая клеммы с автомобиля. Из-за того, что появляется на клеммах автомобиля какое-то окисление и ток из зарядного устройства не может нормально пройти на аккумулятор, можно действительно что-то спалить. Самое главное, друзья, что я хотел вам сказать, помимо того, что мы должны с вами почистить максимально хорошо клеммы, максимально обработать, для того, чтобы одеть потом клеммы нашего зарядного устройства, обеспечить максимально хорошо, чтобы шел на наш аккумулятор ток. Чтобы он нигде не терялся, не шел ни в какое другое место, потому что у нас на клеммах окисление. Из-за этого же тоже может быть короткое замыкание, вы оставите все это и уйдете. У вас не только что-то в автомобиле может сгореть, у вас сам автомобиль может сгореть. Поэтому нужно хорошо к этому всему подходить, чистить клеммы, обрабатывать специальными смазками, чтобы ток хорошо проходил. Создать максимальную чистоту клемм и тогда все будет хорошо. Единственный момент, на который я еще очень обратил бы большое внимание, это не ставьте на таких вот зарядках, не ставьте большой ток. Сразу есть люди, что нужно быстро все зарядить, нужно максимально быстро все зарядить, потому что через некоторое время мне нужен автомобиль. Не ставьте на большой ток свой аккумулятор, то есть вот в таком вот положении большой ток не надо ставить. Только тогда ток поступаемый из зарядного устройства будет хорошо проходить в наш аккумулятор. Если вы где-то там с краешку прицепитесь, возможно даже такое, что оно будет искрыть до тех пор, пока не загорится или не замкнет что-то. То есть может быть что угодно. Поэтому первое, что нужно делать, это хорошая фиксация клемм зарядного устройства. Друзья, я думаю всем объяснил, как и что нужно делать и как основательно подготавливаться к такому методу зарядки, чтобы ничего не было с нашим автомобилем. Понятно, что сейчас очень много электроники и автомобиль богат на это все. Поэтому не каждый автовладелец хочет снимать клемму для того, чтобы зарядить аккумулятор. Поэтому смотрите это видео, учитесь, подготавливайтесь к этому всему правильно. Не торопитесь, самое главное. Заряжайте на малом токе и тогда все будет хорошо. Ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал. Всем пока, друзья. Еще увидимся.